Павел Романов, ну и разумеется, самая животрепещущая сейчас в Украине тема это возможная или даже как ее называют вероятная замена главнокомандующего Суверия Залужного, которая согласно той же украинской правде состоится на днях, главком якобы уже принял внутренне, что точно уходит. При этом один из собеседников из здания в герштабе заявил, что Залужному точно не нужны никакие митинги и беспорядки в случае народных волнений, он тут же выступит против. И тем не менее, говорят уже о народных волнениях, потому что мне кажется, народ и армия просто не понимают в угоду чего и ради чего это происходит. Слишком много наслоений разных задач. И у наших противников, и внутренней определенной политической позиции, и определенных моментов, связанных с устройством самой армии. Давайте поразложим по полочкам. Пока на данный момент генерал Залужный вместе с командой выполняет боевые задачи, то есть выполняет на своих местах боевые задачи. Те вбросы, которые происходят в последний месяц как минимум по отставке генерала Залужного, они могут что-то прикрывать. Посмотрите, что за последнее время произошло. С 1 января начали продавать землю юрлицам по 10 тысяч гектаров на одно юрлицо, вопреки Конституции. Сегодня уже проголосовали в первом чтении о законе мобилизации, который буквально разрывает Конституцию на лоскуты. Тут же вводится определенный, сейчас принято решение, по крайней мере законопроект проводится о двойном гражданстве, который опять поперек Конституции. Потому что четвертая статья говорит о едином гражданстве в Украине. Представьте себе гражданина Украины, некого товарища Орбана, допустим, получившего украинский паспорт под этот закон, и дальше ставший президентом, имея возможность финансовую, по крайней мере, знаете откуда. Или, допустим, Арбанятыка, у которых есть венгерский паспорт и украинский паспорт. А вдруг Венгрия начнет воевать с Украиной за Закарпатья. Допустим, за кого будут эти люди? То есть у которых будет и один, и другой паспорт. Это мы уже на Донбассе видели. То есть вот эти довольно-таки спорные, да не спорные, а не конкретно кричащие моменты, которые пытаются протолкнуть через законодательство Украины вопреки Конституции, прикрываются, пока я это вижу на данный момент, прикрываются негативом по Залужному. А Залужный выполняет свою задачу. То есть вы же не от Залужного слышали, что он куда-то согласен, правильно? То есть это какой-то информационный поток, где-то генерации этих слухов есть, и они как-то вбрасываются. То есть если Залужный выйдет и скажет, я согласен на что-то идти, допустим, на премьер-министра, за меня останется генерал Шабтала или генерал Наев главком, кто будет против? Ну вот вы против Залужного премьер-министра или министра обороны, но если он оставит за себя своего побратима, с которым он воюет уже 10-й год. Ну то есть здесь же вопрос куда, под каким соусом и под какую задачу. Потому сейчас мы проговорим пока только слухи, которые печатают, ну некоторые издания, мягко скажем так, некоторые издания в последний месяц вбрасывают эти слухи в информационный поток, а действия-то, действия проходят в другом месте, если я уже рассказал про землю, про мобилизацию, про двойное гражданство, вот там идут действия, там не слухи, там конкретные действия, которые сейчас происходят. Поэтому посмотрим, чем это закончится, вот по действиям потом можно уже будет судить. И лучше слушать в таких вопросах самого генерала Залужного, а он молчит, у него проблем-то нет, он же не будет слухи, это самое, ну или продуцировать, или, допустим, как-то их комментировать. Ну какие слухи, что вы сейчас спросите у генерала Залужного? А вот вы уже согласны, ну вы даже этого не спросите, он не поймет вопроса как такового. То есть действия, надо комментировать больше действия все-таки, ну обозревателям или аналитикам больше действия, чем слухи. Слухи чуть другие люди комментируют. Слухи чуть другие люди комментируют.